Всем приветики, с вами Натали, добро пожаловать на мой канал или с возвращением на мой канал. Сегодня у меня видео Wildberries, находки на Wildberries, но они от вас. Вы оставляли мне артикулы, людей так триггерит, что я неправильно ставлю ударение в этом слове, но я специально продолжаю. Вы кидали мне ссылки, все это было в моем телеграм-канале, да, на который, кстати, подписывайтесь, я там каждый день, мы общаемся, у нас там хоп, хей-ла-ла-лей, все такие вот вопросики, там обкашляем с вами. И я заказала товаров по вашим наводкам, может быть, кроме пары вещей. И давайте в этом видео постараемся не фокусироваться на моих желтоватых корнях. Дело в том, что у меня в последний раз не взялась тонировка. Ну, такое бывает, когда там вот гормоны шалят, да, когда месячные или когда беременность, это я попала под раздачу. Я жертвой оказалась в этот раз, что у меня ничего не вышло, я буду на днях это все дело переделывать. Ставьте лайки, пишите комментарии, давайте все, погнали, короче. Давайте я начну, наверное, с вкуснях, прям быстренько сейчас открою. Новый комплект печенья. Я то уже сожрала. А нет, подожди, там осталась одна штука. Но я угостила и маму, и папу. Мне немножечко даже спокойно, что я это все не в одну харю слопала. Вкуса здесь 4, а печенник 12. Мелон, уотер-мелон, дыня-арбуз, блубери, черника, эппл-пай, яблочный пирог и черри, вишенка. Мне так нравится, как это вот все смотрится, пока, знаете, это не съедено, пока, как говорится, скоробеи не набежали. Привлекательно, но скоробеи набегут. Я думаю, что самый главный скоробей я набегу уже сегодня вечером. Далее. У меня здесь есть шмотки. Я заказала вот такую футболку по вашей наводке. Блин, мне так понравилось. Поняли? Совет свой, себе посоветуй. Актуалочка, можно сказать. Я заказала ее в размере М, 46-48 здесь. Материал хлопок 100%. Там было много различных надписей, но мне вот понравилось вот это. По-моему, смотрится классно. С какими-нибудь леггинсами или с джинсовыми шортами. Посмотрим, поиграемся. У меня это в основном леггинсы, велосипедки. Такое, то, что хорошо очень тянется. Вроде бы и надпись, но смотрится это довольно минималистично. Мне, конечно, не совсем нравится сам шрифт, который у этой надписи. Но все-таки другого там и не было. В принципе, сойдет, сойдет. Следующая футболка Sailor Moon. Кстати, принт, ну, он и не вау-качество, но и не такой, когда, знаете, как будто клеенка. Вот прям приклеена клеенка. Может быть, он даже долговечный. Это тоже 100% хлопок. Российский размер это 48. Что классно, продавец дает к этой футболке вот такие наклейки. Смотрите, они тоже Sailor Moon. Прямо для фанатов. Это очень здоровский такой подход. Футболочка качественная, классная, приятная к телу. Ну, хлопок 100%, понятное дело, что она и должна быть приятной к телу. Короче, я довольна. Спасибо, что делитесь находочками. Итак, идем дальше. Вот такая у меня приехала бутылочка в коробочке. Это бренд Pickwell. Это просто бутылка для воды. Ну, чтобы брать с собой, не знаю, там на прогулки, куда-то в какие-то поездки. Сейчас тем более жара. Сейчас вообще там, мне кажется, 30-ти градусная жара последние три дня. Я без воды просто не выхожу. Мне понравилось, что она довольно лаконичная, такая простая, без всяких наворотов, но в то же время выглядит стильно. И у нее такой симпатичный вот кораллово-малиновый оттенок. Тут есть специальная такая петелька. Удобно, в принципе, будет повесить на велосипед, если катаетесь на велосипеде или куда-то еще там прицепить. Но я обычно просто кладу с собой в шоппер и иду гулять. Бутылочка, кстати, компактная, но несмотря на ее размер, здесь 500 мл, и мне это будет хватать на полноценную прогулку. Можно брать и на тренировки, кто занимается спортом. У нее очень такая качественная металлическая крышечка. И, кстати, вот это матовое покрытие еще хорошо тем, что бутылка не будет скользить в руке. Также я думаю, что эту бутылочку можно использовать и как детскую, тоже захватывать на совместные ваши прогулки. Есть четыре оттенка, вы там можете выбрать на свой вкус. Конечно же, я выбрала вот такую розовенькую. В общем, бутылочка на лето прям-таки must-have. Ну, конечно, не только на лето, но и как какой-то небольшой такой подарочек для людей, которые занимаются спортом, тоже будет супер. Я довольна. Ссылочку на бутылку я оставляю в описании этого видео. Немного косметикс. Немного косметикс. Это бренд Floresan, а именно это отбеливающие кремчики. Борются как и с покраснениями, так и с пигментацией, но в основном с пигментацией. И, короче, здесь у меня вот такой дневной, задыхаюсь, кофейка перепела, дневной отбеливающий крем-коктейль. Вот, устраняет пигментацию и веснушки, написано. И отбеливающий ночной крем с фруктовыми кислотами и витамином С. Устраняет пигментацию, сокращает морщины и отбеливает. Вот такие две упаковочки. Это, конечно, бюджетные, я бы даже сказала, дешевые кремы. Крема, кремы. Казалось бы, ну надо испугаться. Как это наносить на лицо? Слишком дешево, страшно. Но знаете, почему я повелась? Потому что бренд Флорисан. Я его давно знаю, я его знаю, мне кажется, больше 10 лет. И у них много хороших, действительно, продуктов, которые я пробовала. И этот бренд, в принципе, никогда не подводил, чтобы прям что-то явно было плохое. Так что, да, я, в общем-то, уповаю. По-моему, это Беларусь. Да, это Беларусь. Да. Что вы мне тут еще посоветовали? Совет свой себе, говорю, посоветую. Я в итоге закупилась по вашим советам. Слушайте, какая я нелогичная. Короче, вот еще девочка прислала мне, что было у нее в корзине, либо она это покупала. Но я сказала, типа, кидайте, что у вас в корзине. Поэтому там много было товаров, которые люди не заказали, а хотели, может быть, увидеть в моем видео или там какой-нибудь тест и так далее. Здесь гречишный чай. Я ни разу в своей жизни не пробовала гречишный чай. Даже не представляю, каково это может быть на вкус. 100% натуральный, как будто бы какашечки, маленькой мышки полевой. Вот прям какашечки, какашечки, какашечки. Гречишный чай это молодые семена гречихи, которые собирают в определенное время года. Вот как. Я даже не знала. Ногти крепкими делают. Позволяет предупредить инсульты. Да я тут оздоровляться буду по полной программе. Спасибо вам большое. Далее вот такая коробушечка. Это подставка под салфетки. А у нас подставки под салфетки вообще нет. Я взяла вот такую с монстерой. Там еще черненькая, кажется, есть. Я взяла вот белую. Не знаю, ценит ли муж. Муж просто дизайнер интерьера. И вот он обычно молчит, когда, если что-то... Не то чтобы не так, когда, ну, что-то не совсем его впечатляет. Он, ну, не комментирует просто никак. А когда нравится, говорит, о, классно. В принципе, довольно минималистичная, да, подставочка. Она так покрыта лаком. Надеюсь, ничего здесь не сколется раньше времени. Что все будет хорошо. В принципе, к нашей кухне, к оттенкам нашей кухни, мне кажется, подходит. Еще я заказала свечки. И мне очень понравилось их название. Я думаю, наверное, это должно очень классно пахнуть. Paragraph Collection. Это так называется бренд, либо это серия свечек. Я не знаю, Paragraph. Кто у меня тут есть из Казани? Ну-ка, отзовитесь в комментариях, ребят. Из Казани, кто тут у меня? Знаете ли вы такие свечи у вас? В общем, я заказала с ароматом лимонного кекса 100 миллилитров горения до 20 часов. Создано в Казани. Вот. Фитилек, кстати, вот этот вот плоский у них такой. Мне такие нравятся. Кстати, гораздо-гораздо больше, чем стандартные вот эти вот ниточки. Вощенные вот эти веревочки. Или как их назвать? Ну, вы понимаете, о чем я. Ой, как он приятно пахнет. Знаете, еще бы, наверное, чуть-чуть здесь могли переборщить с ароматом ванили. Потому что, да, здесь есть ваниль явно. Здесь не только лимон и не только выпечка. Вот еще бы чуть-чуть они бы прям переборщили. Потому что ваниль прям заметная. Но на фоне всего этого такая кислиночка. Искрящаяся, яркая. Также это похоже на чай с лимоном. На черный чай с лимоном. Короче, она одновременно терпкая вроде бы и сладкая. Но еще и такая вот свеженькая. И заказала вишневый сироп. Здесь она что-то у меня как-то немножечко подтаивала. Здесь выделился вот этот маслянистый слой. Представляете? То есть можно накапать прям маслом этим. Это так пахнет! Это не свежие вишни из кустика пахнет. Это именно вареный вишней компот. Вот прям бабушкин компот. Вот этот его аромат. Либо компот, либо, знаете, вот эти закатки. Ну, закатки тоже, в принципе, тоже компот делали в трехлитровых банках. Я помню, в детстве у меня, да, делали так, по-моему, мама и бабушка. И вот пахло именно так. Вот этой вишней с сахаром вареной, которая там стояла в погребе в трехлитровой банке. Открыли этот компот и начали пить всей семьей. Поэтому, да, для меня это аромат детства. Вот такой конвертик загадочный. На самом деле, это открытки. Набор открыток от продавца. Открытки Амели. Вот они тут вложили. Это коллекция приключений или путешествия, кажется. Все вот эти изображения, это один и тот же художник. Он, кстати, подписан, да, сзади. И как называется у него эта картинка. И, в общем, да, здесь что объединяет эти открытки, как вы уже поняли, это то, что здесь изображены путешествия. Ну, вот, например, парочка здесь рядом с машиной сидит на фоне гор и какого-то озера там с собачкой. Здесь вот такое зимнее какое-то приключение. Очень красивые рисунки. Уютные, я бы сказала. Есть даже вот девочка сидит на фоне. Там у нее сзади Красная площадь и Кремль. Вообще класс, да? В общем, прям здоровские. Очень здоровские. Есть еще вот такая девочка, которая опаздывает на самолет, бежит в аэропорту. Действительно уютные и классные открытки. Буду их использовать в посткроссинге. Буду отправлять другим людям. Может быть, в другие страны отправиться. Может быть, кому-то из вас, из моих зрителей. Кстати, если бы вы хотели обменяться открыточками, то отзовитесь в комментариях, есть ли у меня здесь среди вас в данный момент люди, которые увлекаются посткроссингом. Кто любит писать письма. Оформляйте и отправляйте открытки почтой. Если вам это близко, отзовитесь. Мы можем с вами, в принципе, списаться. Не знаю, в том же ВКонтакте. У меня, кстати, личка открыта. Да, если что, можете мне писать в личку. И, может быть, с несколькими людьми я бы обменялась. Конечно, со всеми-со всеми я не смогу, если будет много желающих. Но с несколькими было бы классно. Еще у меня здесь есть косметоз. Либо корейская, либо китайская. Ну, скорее всего, это китайская. Это такие суперсияющие, кажется, тени. Однушка. На фотографиях это выглядело просто потрясающе красиво. Ну, давай, выскакивай уже. Слушайте, оформление у баночки прямо форма MAC. Вот однушки у бренда MAC. Вот они очень похожи. Это бренд Xixi. И вот такая здесь блестяшка. Уай. Здесь, знаете, такая, типа, корейская, конечно, текстура. Наверное, это можно использовать поверх уже какого-то хайлайтера, который основательно вы положили. Вы хотите добавить блесток. И вот вы берете эти тени и прям пальчиком набираете и начинаете вбивать. Я даже сейчас попробую. У меня прохладный как раз хайлайтер. Мне, в принципе, будет нормально. О, вот, смотрите. Видите, вы добавили еще больше такого сияния, холодка. Как тени, я не знаю. Ну, конечно, можно использовать поверх там уже макияжа сделанного какого-то основного. Но мне кажется, что они сильно не будут проявляться. Пора выезжать на музыкальный фестиваль. Трясти пузом. Не иначе. Ну, слушайте, сияшка очень приятная, красивая. Но не знаю, как будет ложиться на веки и на другие уже имеющиеся тени. Я бы сказала, что это для яйца, может быть, для тела, может быть, на ключице. Красиво это. Еще у меня здесь книжка. Оливер Сакс. Река сознания. Это у нас что-то из психологии от автора бестселлера «Человек, который принял жену за шляпу». Я там описание читала, мне как-то это приглянулось, и я решила взять. Какова доля истинно в шутке лжет, как очевидец? И можем ли мы доверять своей памяти? Парадокция восприятия времени. Почему иногда нам кажется, что время несется вскачь, а в другие моменты оно вдруг замирает и тянется бесконечно? Какую роль сыграла нежная примула в теории эволюции Дарвина? И справедливо ли обвинять плагиаторов в том, что они воруют идеи? Ну, блин, звучит правда. Как-то прямо-таки заманчиво, я вам скажу. Это, кстати, последняя его книга, самая новая, которую он написал, судя по всему. То есть, прям-таки свежачок. Вы мне скинули ссылку на вот такой шоппер. Я в него влюбилась просто до дурения. Причем он стоил какие-то просто смешных денег, там что-то 300, с чем-то рублей. Может, сейчас уже подороже, я не знаю. Вы посмотрите. Вы только посмотрите. Вот такой шоппер. Он выглядит, ну, не знаю, там, ну, хотя бы рублей на 700, на косарь. За 350, что ли, рублей я его взяла. Во-первых, из очень плотной такой ткани, которая типа вельвет. Там разные оттенки можно выбрать. Я взяла вот такой песочный, нежный. Она идет на клепки. Это сумочка. Это клепка еще и магнитная. Здесь еще клепочки. Вот так вот можно ее собрать, чтобы сделать поуже, по бокам. Вы только посмотрите. Я считаю, что это супер находка просто какая-то. И внутри еще кармашки. Хотела сказать карман, но вижу, что их здесь на самом деле два. Здесь два кармана. Внутри вот так вот на стенке на этой, на задней. Я как-то взяла с сомнениями этот шоппер, потому что, ну, я такая смотрю, ну, что-то дешево. Наверное, какая-нибудь фигня прям придет. И мне приходит эта такая... Вау. И ручки довольно длинные, не будет жать под мышку. Сейчас пойду, кстати, на третий скрининг пойду, представляете? На третий скрининг. И, наверное, как раз возьму этот шоппер с собой, накидаю свои вещички все. Вот, как-то так. Такие были находки от вас. Спасибо огромное, что поделились такими классными вещичками. Я вам очень благодарна. Да, подписывайтесь на Telegram. Я там еще буду делать посты, где вы тоже сможете размещать ссылки. Я буду эти товары заказывать. Мы с вами вместе их будем смотреть, их качество и так далее. Ну, а вы напишите в комментарии прямо сейчас, что самое последнее. Вы заказали на Wildberries. И довольны ли вы этой покупкой? На этом я с вами прощаюсь. Целую вас. Пока.